уже почти полгода с лета, да? С лета, да. Как вы здесь живете? Вы же не можете двигаться, правильно? Мне человек просто помогает здесь знакомый. Приносит еду вам, да? Ну да, в магазин сходить. Двигаться вы не можете? Вы не встаете вообще, да? Я встаю, но у меня сейчас нога открытая рана опять получилась, поэтому я сам перевязываю, у меня вон здесь медикаменты здесь, что осталось еще пока, бинты, перекись, я сам обрабатываю, вот, понимаете, вот без пальцев я сам перебинтовываю, сам вставать, как встаю только немного, у меня опять кровота начинает. Еду вам тоже приносит, да? Помогает человек, да. У меня так, она отгибается только вот до этого места. А давно у вас перелом? В шестнадцатом году у меня стукнули, сломали ногу втрое, я их такие не запомнил, лица так, не успел. Ой, тяжело, конечно, живет, но сосед помогает, ездит с ним за продуктом в магазин со второго этажа, который привез сюда, якобы там куда-то там устроить его в какой-то дом, но в итоге, мне кажется, это все по-другому. Вы вызывали ему скорую, да? Что с ним произошло? С двенадцатого числа вызвала скорую, я подошла, он, ну, лицо у него было закрыто салфаном. Ну, мало ли что, я же, я не врач, всякое может случиться. Я же просто перестраховаться вызвала скорую. Они приехали, мы там ногу перемотали, и больницу вы не забрали. Хотя в таких условиях, сами понимаете, ну, как тут, ну, вообще никак, ни о чем. Он замерзает, да, конечно, здесь очень холодно. Да, очень холодно. Вы ему сами еду тоже приносите? Да, я лично сама в магазин ходила, правда, там и Нарсиль на карточке, пункт-код мне не нужен. Ну, понятно, понятно.